Добрый вечер Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, Москва! Здрасте! Всем привет! Спасибо, что пришли. Продолжает действовать у нас ограниченная рассадка, но ничего страшного. Все в масках, это правильно. Как у вас дела, друзья? Все ли хорошо? Отлично. Есть люди на балконе. Отдельно приветствую вас. Я на своих концертах всегда общаюсь с людьми вначале, сегодня не исключение. Давайте с вами пообщаемся. Вот молодой человек, девушка. Вас как зовут? Максим. Очень приятно. Вы чем занимаетесь, Максим? Веб-дизайн. Веб-дизайн. Вы так ответили, типа, ну, можете так. Покупают у вас ваши работы? Вы в банке работаете? То есть покупают. В каком банке вы работаете? В зеленом банке? В Долларовом. Знаменитом. То есть это вы вот это все делаете? Весь этот дизайн? Тут пришли все фанаты вашего творчества. Сказать вам спасибо. Выразить признательность. За тот дизайн, которым мы пользуемся. Вот это когда последние четыре буквы отрезали. Это ваша идея была? Зеленый банк. С кем вы пришли сегодня? Женой. Вас как зовут? Здрасте. Алена. Алена, вы чем занимаетесь? В банке работаете. В банке работаете. В том же. В другом банке. То есть у вас такая конкурирующая семья. Вы в каком? В синем банке. Отлично. Для тех, кто не знает, я напомню, у нас есть еще желтый и красный. Давайте пообщаемся с кем-то отсюда, из этого сектора. Давайте вот два парня. Я рад, что вы пришли. Алексей, вы сразу представились. Я еще не спрашивал. Я просто сказал, что я рад. Алексей, вы кем занимаетесь? Чем занимаетесь? В IT работаете. В IT работаете. Где можно результаты вашей деятельности увидеть? Их лучше не видеть. Отлично. Я рад, что есть люди, которые гордятся своей работой. Вот девушка с парнем сидят. Могу с вами пообщаться. Привет. Саша, я Дима. Очень приятно. Саша, чем занимаетесь? Информационная безопасность. То есть вы их охраняете. Здесь безопасно сейчас информационно? Да, отлично. Ваша супруга? Подруга. Это совсем другое дело. Подруга. Вот и для нее вы объявили, какой у нее статус. Вы подруга? Давно вы дружите? Сколько? Лет десять. Называется «Давняя подруга». Так, все с вами, все понятно, все просто. Давайте вот с вами кто-то последний. Кто, может, кто-то хочет, чтобы я... Да? А? Мы хотим вы. Давайте, что вы хотите? Довольно, что вы хотите. Привет. Мы аплодируем Диме. Спасибо. Это пацанной ведущий свадеб. Я попросил его прийти, если в какой-то момент что-то пойдет на спад, ты говори, поаплодируйте Диме, давай все вместе. Спасибо, что пришли. А кто уже, друзья, переболел коронавирусом? Поаплодируйте. Это больше для всех остальных информация. Чтобы они знали, где вы сидите. Вообще жизнь после пандемии сильно поменялась, много чего нового. Всякие ограничения, да, меня подбешивают эти ограничения. Везде на входе меряют температуру, да, вот такой штукой специальной. Причем просто меряют, никто не смотрит, сколько там. Главное мерить. Я у одного спрашиваю, ну как? Он говорит, все нормально, проходи. Маски нужно носить. Нужно носить маски, особенно в общественных местах. Мне кажется, все носят эти маски просто для виду. Недавно летел в самолете, прошло три часа. По громкой связи объявляют, прошло три часа, пора заменить маски на новые. Понимаете? Три часа прошло. Я до этого ее два месяца носил. А тут три часа прошло, пора заменить на новые. Она меня отлично защищала. От всех этих людей, которые говорят, наденьте маску. Некоторые люди говорят, наденьте маску. И больше бесит такие люди, которые показывают это в самолете, типа. Я таким людям обычно тоже что-то показываю. Теперь, если летишь в другую страну, нужно с собой привести тест на коронавирус. Я недавно летал в Одессу, это в Украине. Я оттуда родом, у меня там был концерт. И нужно было, чтобы не сидеть две недели на самоизоляции, привести с собой тест на коронавирус. Но не просто тест на коронавирус, а отрицательный тест на коронавирус. Так что я в Москве поехал в специальное место, где делают отрицательный тест на коронавирус. И не сидел две недели на самоизоляции. Хотя у меня потом друг ехал из Москвы в Одессу на машине. Он рассказывал, ему на границе сказали, что нужно будет сидеть 2 недели на самоизоляции. Он сказал, а можно я вам дам 100 долларов и не буду сидеть 2 недели на самоизоляции? И ему сказали, можно. Он изобрел первую в мире вакцину от коронавируса. В Европу сейчас нельзя поехать, да, нельзя поехать в Европу. Закрытая Европа, можно поехать только по рабочей визе, по обычной туристической нельзя. Потому что коронавирус, он очень разборчивый. Он смотрит, какая у тебя виза. Если рабочая, все, он тебя не тронет. Тебе нужно работать, кормить семью, езжай. Я пытался как-то обойти эти ограничения. Пошел в польское консульство подавать документы на польскую рабочую визу. Там у меня в приглашении на работу писалось, что я еду в Польшу работать офисным уборщиком. И девушка, которой я подавал в польском консульстве документы, она меня узнала. Говорит, что с концертами сейчас совсем все плохо. Я говорю, вообще никак. Время навести порядок. Люди странно себя ведут в разных местах, если узнают меня. Я недавно шел по Москве, на встречу шла женщина. Она меня увидела, подошла ко мне, говорит, Владимир, мы вас очень любим. Я хотел ей сказать, что я не Владимир. Потом подумал, сейчас скажу, что я не Владимир. Окажется, что она не меня любит. Будет как-то неприятно. Поэтому я сказал ей, спасибо вам большое, Екатерина. Она говорит, откуда вы знаете, как меня зовут? Я говорю, от Владимира в этой стране ничего не скроешь. Крустно было на пандемии. Сейчас тоже нельзя поехать в Европу, можно путешествовать в основном по России. Слава богу, самолеты летают хорошо, исправно. Много летаю. Меня в самолетах напрягают некоторые люди. Например, такие люди, которые приносят с собой еду и начинают есть в самом начале, еще когда никому не раздавали еду. Сильно бесят такие люди, чтобы меня не бесили такие люди, я сам начал так делать. Приношу еду, раскладываюсь, начинаю есть. Если кто-то смотрит на меня, я говорю, вам что, еще не приносили? Ну, говорю, скоро принесут. Тут в порядке важности приносят. Сначала мне. Недавно так разложился, начал есть, открывал йогурт и случайно ляпнул йогуртом на руку мужику, который рядом спал. Он просыпается, смотрит на это, говорит, что это такое. Я говорю, как, что, еду начали раздавать? Вам пока это все? Другим вообще ничего, так что скажите спасибо. Бесят люди в самолетах, которые врубают музыку с телефона и слушают без наушников. Ужасно бесит. И недавно летел, рядом летел такой мужик, он врубил музыку с телефона и слушал без наушников. Я на него один раз так посмотрел укоризненно, он так на меня посмотрел, типа, что тебе надо? Я думаю, ну, обалдеть. Думаю, надо ему что-то сказать. Потом думаю, сейчас я скажу, начнется конфликт, мне это не нужно. Чтобы как-то успокоиться, достал свой телефон и оказалось, что музыка играет у меня. Я думаю, хорошо, что я ему ничего не сказал. Был бы максимально странным человеком, который сам врубает музыку и еще другим что-то говорит. Я задумался, интересно, как все это выглядело с его стороны. Типа, тип врубил музыку на телефоне и смотрит так на него укоризненно. Типа, тебе что, музыка моя не нравится? Чего не пританцовываешь? Давай, дрыгайся. Я часто летаю в экономии, мне нравится в экономии летать в первом ряду. Первый ряд эконома, знаете, он сразу за бизнесом, чувствуется вся эта атмосфера богатства. Первый ряд эконома — обалденные места. Ты сам летишь в экономии, а ногу можешь поставить лететь в бизнес. Прилетаешь весь такой уставший, нога такая отдохнувшая, с педикюром. Ей там наливали шампанское, спрашивали, как можно к вам обращаться. Она говорила, Эдуард, называйте меня Эдик. В начале пандемии у многих начались проблемы с финансами, финансовые трудности. Меня это, слава богу, не коснулось. Я перед тем, как началась вся эта история, успел заработать на нескольких хороших мероприятиях за границей. Меня пригласили в Израиль выступить на дне рождения певицы Жасмин. Помните певицу Жасмин? Я тоже вспомнил. Решил полететь выступить. Я сначала не понял, при чем здесь певица Жасмин к Израилю и при чем здесь я. Но потом я погуглил, оказывается, певицу Жасмин на самом деле зовут Сара Львовна Монахимова. Представляете, все это время мы слушали Сару Львовну. Нет, я ее понимаю, с именем Жасмин было намного проще пробиться. С именем Сара Львовна было бы тяжелее, потому что... Жасмин это цветок, который все заведомо любят. Сару Львовну никто заведомо не любит. Я чувствовал себя обманутым, когда узнал, что певица Жасмин на самом деле это Сара Львовну. Это примерно как узнать, что в мультике «Аладдин» принцесса Жасмин на самом деле это Сара Львовна. А Джафар это Исаак Моисеевич. И всех обманули еврейские мультипликаторы. «Аладдин» на самом деле это Алик Либерзон. По дороге в Израиль я летел самолетом. Там был полный самолет евреев. Все очень хитрые, но не такие хитрые, как я, конечно. В какой-то момент подошел один еврей и говорит, «Я прошу прощения, можно поменяться с вами местами?» Я говорю, «Почему вдруг?» Он говорит, «Вы просто сидите рядом с моим братом». Я говорю, «А вы сидите рядом с моим братом?» «Мы все, братья, все сидим рядом. Летим домой к остальным нашим братьям. Предлагаю за это выпить. Отличный тост». В Израиле мне дали хорошую гостиницу, поселили в хорошей гостинице. В каждом номере была Bluetooth-колонка. Ты можешь подключить свой телефон к этой Bluetooth-колонке и послушать музыку с телефона. Название колонки в сети, к которой ты должен подключиться, соответствовало номеру комнаты, в которой ты живешь. То есть я жил в номере 516, название моей колонки в сети было 516. Я долго пробовал подключиться к колонке номер 516. У меня не получалось. И тогда я увидел, там была колонка под названием 517. Я попробовал к ней подключиться, и у меня получилось. Я услышал, как за стеной в соседнем номере заиграла музыка с моего телефона. Я подумал, ну классно вообще. Но стены были толстые, было плохо слышно. Так что я сделал погромче. Забавно было, как там начали ходить люди, пытаться понять, откуда играет музыка. Я, чтобы было веселее, начал ставить арабские треки. Я подумал, классная гостиница вообще, веселая. Можно в любом номере включать музыку со своего телефона, звонить на ресепшн, говорить, разберитесь, у них там музыка громко играет. Разберитесь, пожалуйста, быстрее, потому что я еврей, музыка арабская, мне неприятно. Я все-таки отдыхать приехал. Не понимаю людей, которые в самолете берут кошерное питание. Знаете, приносят эту коробочку. Это как указывает на то, что ты еврей, палево. Тебе дают, и все видят, кому досталась коробочка с тем, что он еврей. Нет, некоторые люди берут кошерное питание в самолете просто, чтобы попробовать, какой оно на вкус. Знаете, такие любители попробовать разное питание в самолете. Типа, сегодня кошерное, завтра халяльное. Такой человек, который пришел к религии не по убеждениям, а через питание. Как ты пришел к исламу? Через люля-кебаб. Попробовал в самолете, и вот я в мечети. Уже третий месяц. Часто выступаю на разных мероприятиях. Недавно выступал на дне рождения у одного еврейского олигарха. Мне сказали, что он еврей, что он живет в Монако, но день рождения будет праздновать в Норвегии. Я подумал, еврей, Монако, Норвегия. Надо ехать. Звучит намного лучше, чем день шахтера, Сахалин, Углегорск. Очень было скрытное мероприятие. Когда спросил, чем именение их занимается, мне сказали, он уважаемый человек. Хорошее занятие, да? Прибыльное, наверное. Мне кажется, все, кто живут в Монако, уважаемые люди, жить не в Монако, это же себя не уважать. Согласитесь? Очень тайное было мероприятие. В конце забирал свой гонорар под кустом. Долго не мог его нащупать. Сначала думал, со мной собачьим говном хотят рассчитаться. Но все-таки деньги оказались у меня. Я потратил их на благие цели. Я свозил своих родителей в Париж. Показал своим родителям Париж. Они до этого никогда не были в Париже. Спасибо, я им передам, что все очень рады. В Париже мы брали с родителями экскурсию. Одна экскурсия была в Париже в музей Арсе. Это картинная галерея. Нас девушка водила по музею, показывала нам картины. В какой-то момент она нам говорит, кто-то из вас видел картину происхождения мира? Мы с мамой говорим, нет, не видели. Папа говорит, а я видел. Она нас подводит, говорит, вот это картина происхождения мира. А там на картине изображен женский половой орган. Папа так посмотрел, говорит, не, эту я не видел. Много разных видел, наверное, перепутал. Мама говорит, где он много разных видел? Он вроде картинами вообще не интересуется. Папа говорит, интересуюсь, ты просто не знала. Это тайна. Еще одна экскурсия была, она называлась «Весь Париж за три часа». Мне кажется, организаторы немного переборщили с названием. Я думаю, мы за три часа не весь Париж увидели. Я для интереса на следующий день взял экскурсию, которая называлась «Весь Париж за два часа». Вот там нам показывали все то же самое, только мы ходили быстрее. Они нас все время подгоняли и говорили, поспешите, это вам не весь Париж за три часа. Это «Весь Париж за два часа». Была еще экскурсия «Весь Париж за час на велосипедах». Я подумал, это уже слишком. Мне кажется, если бы организаторы этой экскурсии устраивали бы экскурсию где-то по Саратову, экскурсия бы называлась «Весь Саратов за 12 минут». Включая Саратовскую область и знаменитый Саратовский зоопарк. У меня странные родители, странные, нужно признать, как и многие родители. Почему-то мои родители общаются именно в Вайбере. Почему-то именно в Вайбере. Я пытался их перевоспитать. Установил маме на телефон WhatsApp, написал ей в WhatsApp «Привет, как дела?» Она ответила в Вайбере «Привет, все хорошо». «Не пиши мне там, я тут». Я заметил, если даришь кому-то из родителей какую-то технику, вовсе не факт, что именно тот родитель, которому ты эту технику подарил, будет этой техникой пользоваться. Я недавно подарил папе планшет, потом подарил маме планшет. Теперь у меня у папы два планшета. Он их называет «Свой» и «Мамин». А мама их называет «Папин» и «Тот, что ты мне подарил». У меня папа вышел на пенсию уже, папа на пенсии, мама еще работает. Теперь у папы основное занятие — это он сидит дома и ждет маму с работы. И не только дома, а в смысле на пенсии. Я недавно ему звоню, говорю «Привет, как дела, что делаешь?» Он говорит «Привет, все хорошо, жду маму с работы». Я говорю «Долго я еще?» Он говорит «Еще три года». Я говорю «Ну, удачи, поиграй в планшет пока». Благо у тебя их два, есть чем заняться. Так что я рад, что я успел свозить родителей в Париж, потому что в Европу, как я уже говорил, сейчас вообще не попадешь. Хотя я очень люблю бывать в Европе. Мы с женой много путешествовали по Европе, мы как-то с женой были в Копенгагене. И в Копенгагене жена захотела взять экскурсию, говорит «Давай возьмем экскурсию «Еврейский Копенгаген». Я говорю «Так зачем? Мы уже на ней?» Теперь здесь со мной любая экскурсия будет «Еврейский Копенгаген». Но она сильно настаивала, я почитал описание этой экскурсии, там писалась «Экскурсия стоит 150 евро с человеком, продолжительность 2-3 часа, группа 4-6 человек». Заметили только одна конкретная цифра? 150 евро. Я ей говорю «Как-то не хочется отдавать такие деньги за эту экскурсию». Жена говорит «А вот собственно и началась экскурсия «Еврейский Копенгаген». Мы не взяли эту экскурсию, мы взяли лодку на прокат. Небольшая такая лодка с электромотором, ты сам управляешь, оказалось очень сложно управлять лодкой. Это был второй раз, когда я управлял лодкой. До этого мы как-то с друзьями были в Амстердаме, брали там лодку на прокат. В Амстердаме лодкой еще сложнее было управлять. Там с собой не каждый мог управлять. Так что мой вам совет, если в Амстердаме вас ничего не берет, возьмите сверху еще и лодку. Вам точно понравится. Мы летали с друзьями в Амстердам, чтобы вспомнить молодость. Не то, чтобы мы в молодости с друзьями летали в Амстердам. Нет, просто в Амстердаме официально разрешено вспоминать молодость. Так-то я мог бы вспомнить молодость дома на балконе. Но моей жене не сильно нравится, когда я дома на балконе вспоминаю молодость. Она потом мне говорит, что на балконе молодостью пахнет. Ты вспоминал что ли? Я говорю, нет, соседи снизу вспоминали. Я за компанией чуть вспомнил. С женой мы тоже как-то были в Амстердаме. И тогда она предложила пойти на улицу Красных Фонарей посмотреть на проституток. Я был в шоке, если честно. Никогда бы не подумал, что человек, который приведет меня к проституткам, это будет моя жена. Помню, мы ходили, смотрели на всех. Я ей говорю, знаешь, мне здесь как-то не по себе. Она говорит, это потому что они здесь. Я говорю, нет, это потому что ты здесь. Они-то тут были всегда. Никогда не смущались. Приехала, их засмущала. Так что в Европу теперь не попадешь. Но, слава богу, хоть здесь возобновились гастроли, можно ездить по гастролям. Я недавно был в одном городе России, не буду говорить в каком. И там в гостинице была сауна, в хамам. Я пошел в сауну, в спа-комплекс. И потом в номере развесил сушица свои шорты плавательные и забыл их. Прилетел в Москву уже обратно, вспомнил, забыл шорты. Звоню туда в эту гостиницу. На ресепшене берет трубку какой-то парень. Я говорю, я у вас в номере шорты забыл. Он говорит, мы посмотрим и вам перезвоним. Перезванивает, говорит, нет, вы знаете, мы посмотрели, вы у нас ничего не забывали. Я представил, что в этот момент он стоит на ресепшене в моих шортах. В чьем-то пиджаке, говорит, у нас никто ничего не забывал. Он говорит, кстати, из вашего номера пропал халат. Я говорю, знаете, я проверю, вам перезвоню. Естественно, я не перезванивал, потому что ничего не пропадало. Это был обычный обмен. Какие-то сферы все-таки в пандемии получили развитие. Кто-то зарабатывал хорошо. Например, сферы доставки. Да, доставка сильно выросла. Недавно шел по Москве, видел доставщика Яндекс.Еды. Он перебегал дорогу на красный свет. Я подумал, это так безответственно. Ладно, ты свою жизнь не бережешь. Ну, кто-то же ждет суши. Обидно, когда заказал Филадельфию, а получил всякие маки. Я подумал, может, специально кто-то так заказал. Типа, мне, пожалуйста, Филадельфию, пусть курьер перебежит с ними на красный свет. Люблю привкус опасности. Я заметил, мы вообще к еде очень хорошо относимся. Всегда называем еду уменьшительно ласкательными. Пюрешка, котлетка, оливьешка, рыбка. Нам просто нравится еда, поэтому то, что нам нравится, мы называем уменьшительно ласкательными. То, что нам не нравится, мы не называем никогда уменьшительно ласкательными. Никто не говорит, наступил вчера в собачье дерьмишко. Проблемки с милиционерчиком. Могут посадить в тюрьмочку. Но какие-то продукты все-таки хочется покупать вживую. Хочется пощупать там овощи, фрукты, да, по доставке страны это заказывать. У меня возле дома азербайджанцы торгуют овощами и фруктами. Они всегда очень странно называют цены. Типа спрашиваешь, почем клубника? Они говорят, 250 можно. 250 можно. Звучит так, как будто бы можно и 150. Но я спрашивал, нет, не можно. 250 можно, 300 можно. Не меньше 250 можно. Я говорю, ребят, так нельзя. Они говорят, может? Мне 36 лет исполнилось в этом году. Мне 36 лет исполнилось в этом году. Да, спасибо. Когда исполняется вот такое что-то 6, всегда грустно кажется, что типа уже 36, вот как будто почти 40. Вот было 35, еще типа 30. 36, почти 40. 26 тоже так было. Типа вот почти 30 уже. Так не было только в 6. Типа вот, почти 10 уже. Не наигрался еще толком. 36 лет, начинаю следить за своим здоровьем. Я недавно ходил к остеопату. Сталкивались с таким специалистом, остеопат. Он просил спросить, насколько с ним сталкивались. Для тех, кто не знает, остеопат это что-то среднее между массажист, мануальный терапевт и обман. Где-то посредине. Я 8 сеансов отходил к одному остеопату. Он после 8 сеанса посоветовал мне походить к другому остеопату. У меня сложилось ощущение, что остеопаты пустили меня по кругу. Старая добрая остеопатская игра. Отходили к тебе, посоветуй другого. Сеанс стоил 6000 рублей. После второго сеанса спросил, чувствую ли я какие-то изменения. Я говорю, да, минус 12 чувствую четко. Он говорит, еще что-то чувствуете? Я говорю, больше пока ничего. Говорит, не переживайте, еще почувствуете. Я после 8 сеанса больше почувствовал. Он после 6 сеанса посоветовал еще 2 сеанса, говорит, нужно будет отходить. Я вот только не понял, кому это больше нужно будет. Такое ощущение, что ему. Так что теперь я чувствую себя намного здоровее. На 48 тысяч. К остеопатам больше не хожу. Решил растяжкой заняться. У меня плохая растяжка с детства. Брал занятия персональные с персональным инструктором. Очень странно все было. Я пришел, пришел этот инструктор. Там был зал. Он закрыл двери, мы были вдвоем. И меня напрягло, что он такой очень гейского вида был. Такой растянутый сильно-сильно. Я подумал, странно все это. Сейчас меня растягивать здесь будут. Но потом я посмотрел, увидел на стене висела камера и успокоился. Хотя потом я подумал, может это просто его камера. Снимает для себя видео. 36 лет, друзья, я заметил этот такой возраст, когда начинаешь по ночам ходить в туалет. Знаете, бывает, просыпаешься среди ночи от того, что хочется в туалет, но не идешь. Лежишь, думаешь, может пройдет. Но не проходит. Приходится вставать, идти в туалет. Стараюсь себя никого не разбудить. Жена, чтоб не проснулась. Моя жена все равно, когда я ночью иду в туалет, всегда просыпается и говорит, Дима, ты куда? Как будто бы я такой лежал, долго думал. И подумал, все, пора. Надо ехать. Когда ночью идешь в туалет, стараюсь не включать свет, чтоб не было больно глазам. Но глазам может быть больно на утро, когда зайдешь в туалет. Может быть очень больно глазам. Моя жена странно ходит в туалет. Она, когда идет в туалет, никогда не закрывает дверь на защелку. Всегда захожу в туалет, она там сидит, говорит, Ты что, не видишь? Я здесь. Теперь вижу. Через закрытую дверь было плохо видно. Теперь намного лучше. Надо было стеклянную дверь ставить. Чтоб было сразу видно. Я всегда, когда иду в туалет, закрываю дверь на защелку. Мне не нужно, чтоб в какой-то момент зашла жена. Там нет подходящего момента. Она всегда бывает, дергает ручку, там закрыто. Она все равно почему-то спрашивает. Дима! Ты там? Нет, конечно, я в Лас-Вегасе сейчас. Улетел первым рейсом. Перед вылетом дверь просто закрыл, чтоб ты не воспользовалась. Дима, ты там? Я всегда для смеха молчу. Дима, ты там? Я молчу. Дима, чего ты молчишь? Я молчу. Она говорит, Дима, ты скоро? Тоже странный вопрос. У меня там нет какого-то расписания. Обратного отсчета. Это все при том, что у нас дома два туалета. Ей почему-то нужно именно в тот, где я. Хочет на горяченькое. Я думаю, уже такую дырку, знаете, выпилить в двери, как для кота. Чтоб она могла голову засунуть и посмотреть, что там происходит, на какой все стадии. Во время пандемии я много читал, прочитал много книг. Мне нравится читать книги на тему успех. Тема успеха мне сильно нравится. И во всех книгах по успеху говорится, что для того, чтобы быть успешнее, нужно общаться с теми, кто успешнее, чем ты. А я как бы в основном общаюсь со своей женой. А она не успешнее, чем я. По логике этих книг я могу стать хорошей женой. Я поэтому, когда прихожу домой после работы, я ей говорю, давай много общаться не будем, чтоб я не деградировал. Я все-таки к успеху иду. Не стою у меня на пути. Во время пандемии было много времени, чтобы пообщаться со своими близкими, с женой, с домашними животными. У нас, кстати, есть собака. У кого есть собака, попозируйте. Отлично. Вы большие молодцы. Нашей собаке недавно исполнился год. Год, как собачья шерсть плотно вошла в нашу жизнь. Мы отмечали. Жена приготовила ризотто с собачьей шерстью. Мы надели одежду в собачьей шерсти. Нормально посидели, почесались. Иметь собаку, конечно, свои есть трудности. Нельзя самолет с собакой. Можно лететь только собакой, которая меньше, чем 8 килограмм. Поэтому наша собака сейчас на диете. Хотя я однажды летел. Видел мужик, летел с собакой. Она килограмм 60 весила. Она всю дорогу что-то гавкала. Он ей говорил, Наташа, успокойся. Разобью тебя будку. Будешь жить на улице. Так что не веди себя, как собака. Я стригусь примерно раз в два месяца. Моя стрижка стоит 2500 рублей. Нашу собаку мы тоже стрижем примерно раз в два месяца. Ее стрижка стоит 4500 рублей. Мне кажется, это не сильно справедливо. Хотя, когда мы стрижем нашу собаку, мы всегда просим, чтобы ей попку подровняли. Я думаю, если я буду такое просить, это тоже будет дороже, чем 2500. Но я даже не знаю, где такое можно просить. Везде, где я спрашивал, мне отказали. Так что хожу так. Мы иногда уезжаем. У нас еще кроме собаки есть кошка. Иногда, если ненадолго уезжаем, оставляем наших зверей специальному человеку. Есть такая профессия, называется докситер. Докситер – это такой специальный человек, который за твои деньги сидит с твоими животными и радуется, какой ты молодец. Одно животное в сутки оставит докситеру 1000 рублей. То есть два животных 2000 в сутки, на две недели уехали – 28 тысяч рублей. Мне кажется, это весьма дороговато. Мы кошку новую за 20 брали. В следующий раз удобнее перед выездом просто ее выпустить, вернуться, завести новую. Будет как-то логичнее. Кошку можно на самолете везти? Мы в Испанию на машине ехали. До самой Испании из-за того, что собаку нельзя нашел в самолете. А кошку можно было. До Испании, до самой Испании всю дорогу наша кошка орала, как сумасшедшая. Типа, нахрена вы меня тут везете? У меня можно было на самолете. А собака тихо, спокойно ехала. Типа, я знаю, это моя вина. Вывозить животных за границу вообще – это сплошной геморрой. Нужно собрать кучу всяких справок. Какие-то чипирования, вакцинирования, прививирования. Прививки должно быть не меньше месяца, не больше года. Повели собаку в ветеринарную клинику, чтобы взять справку. Там сказали, что нужно было принести с собой анализ кала собаки. Мы пришли без анализа. Говорим, ну сейчас пойдем где-то рядом сдадим. Ходили вокруг клиники. Наша собака не хотела сдавать анализы, видите ли. Ну потом мы увидели, там под деревом уже готовые анализы лежали. Мы взяли, сдали. Здоровая собака оказалась. Могла в Испанию поехать. А не гадить возле ветеринарки. По дороге в Испанию на границе у пограничников тоже была своя собака. Собака пограничников понюхала зад нашей собаки. Это был уникальный случай, когда одна собака нюхает другой собаке зад по работе. Не просто так. Недавно нашу собаку кусил клещ. Мы сильно переживали. Поехали в ветеринарную клинику, там с нее сняли клеща. Говорят, нужно сдать клеща на анализ, чтобы понять, опасен он или нет. Говорят, анализ клеща будет стоить 3000 рублей. Я говорю, откуда у него такие деньги? Я просто не понял, что я должен платить за анализ клеща? Это какая-то соцпрограмма? Сдай клещей с района на анализы. И спи спокойно. Но моя жена переживала за нашу собаку. Я заплатил 3000 рублей. Мы поехали домой. Они через время перезвонили. Говорят, сделали анализ клеща, он оказался инфицирован. Я говорю, какой ужас. Что же теперь делать? Они говорят, как собака себя чувствует? Я говорю, хорошо себя чувствует. Они говорят, тогда можно ничего не делать. Я говорю, как там мой клещ? Его уже можно навестить? Я ему мандарины купил. Они говорят, мы его утилизировали. Я говорю, тогда с вас 3000 рублей. Сомневаюсь я, если честно, что они его утилизировали. Наверное, выпустили, чтобы он дальше работал. Смысл утилизировать то, что приносит такие деньги. Я говорю, можете мне анализ моего клеща на почту прислать? Они говорят, диктуйте адрес. Я говорю, клещ 3000. Собака, укусил.ру. До сих пор шлют. Недавно кошку еще завели, как я уже говорил, чтобы собаке было не так скучно. Теперь всем очень весело. Особенно нам. Согласно буддистской философии, мы все это одно целое. Я это ты, ты это я. И если верить в это, то недавно я обоссал себе диван. Потом долго тыкал себя мордой в лужу. Говорил, кто это сделал? Кто это сделал? Хотя понятно, кто это сделал. Это я сделал. Я залез в интернет, почитать, к чему кошка обсакает диван. Там писалось, что она-то хочет подружиться. Типа, чтобы ваши запахи смешались. Мы вроде особо не ссорились. Весьма странный способ подружиться, если честно. Хотя теперь я понимаю, почему однажды я шел по двору. Мне на голову что-то капнуло. Я посмотрел наверх. Там мужик встал с балкона. Я говорю, ты что творишь? А он говорит, извини, друг. Подружиться хотел. Просто выходит и ищет новых друзей. В интернете писалось, что нельзя кошку тыкать мордой в лужу, потому что она будет думать, что вы опять поссорились. И опять будет хотеть подружиться. Что это замкнутый круг. Если раньше кошка хотела подружиться только в гостиной, теперь и в спальне захотела подружиться. Скоро у нас вся квартира будет пахнуть кошачьей мочой. Зато мы будем очень дружные. Знаете, бывает, в подъезд заходишь, там прям дружбой пахнет. Такой старинной, несмываемой дружбой. Очень много провел времени с женой за время пандемии. Очень много сделал свои наблюдения. Я пять лет в браке. И я заметил, что жена у меня вызывает диаметрально противоположные эмоции. Иногда смотрю на нее и думаю, как же мне повезло. Иногда смотрю и думаю, как же это произошло. У моей жены любимое занятие по жизни. Ходить по салонам, наводить марафет. Ресницы, маникюр, педикюр, брови, массаж. Я на все это должен зарабатывать. Получается, чем лучше выглядит моя жена, тем более уставшим выгляжу я. Так в какой-то момент она будет очень красивая, я буду очень уставший. Знаете, бывают такие пары. Молодая девушка и с ней рядом какой-то дед. Вот вполне возможно, они ровесники. Просто он на все это горбатился. У моей жены просто какой-то бзик. Ей почему-то кажется, что она выглядит старше, чем я. Виной тому, что однажды я выложил нашу совместную фотографию в Инстаграм. Там под фотографией написали, что это вы со своей мамой. Жене это сильно не понравилось. Сразу на процедуры побежало минус 20 тысяч. Я на следующий день, чтобы как-то исправить ситуацию, выложил фотографию со своей настоящей мамой. Написал, вот сходили с мамой в театр. Мне там написали, а что, с той мамой больше не ходишь? Зря так нормальная мать была. Рано ее списал. У нас скоро годовщина с женой, 6 лет брака. И жена хочет на годовщину кольцо с бриллиантом. Я хочу майбах. Это же наш общий праздник. Ищем кого-то, кто настолько рад за нас. Кто нам все это купит. Жена говорит, что хочет кольцо с бриллиантом. И это якобы не для нее. Это не для себя. Это для меня все. Чтобы все видели, какой у нее богатый муж. Я в этом плане подумал, зачем мне ей это кольцо дарить. Куплю кольцо с бриллиантом, сабуду носить. Все будут видеть, какой я богатый муж. Могу позволить себе женское кольцо с бриллиантом. Это же символ богача. Я недавно понял, как у женщин это работает. Они где-то бывают, типа в торговом центре, что-то там видят и начинают это хотеть. Поэтому единственный выход, в такие места жену не водить. Я ее в такие места не вожу. Я ее люблю водить в такие места, типа как в парк. Или в лес. Где максимум, что она сможет захотеть, это шишку. Или домой. И тогда мы возьмем шишку и пойдем домой. Все, как ты хотела, дорогая. Два желания за один вечер. Я ли не волшебник? У нас дома этих шишек уже, о-о-о. Много. Недавно впервые за пять лет брака я дал своей жене банковскую карточку, привязанную к своему счету, чтобы она могла покупать продукты в магазине, потому что раньше она покупала со своей банковской карточки, отчитывалась мне чеками, я ей возмещал. Это очень долго. Неудобно, так что я дал ей свою банковскую карточку, говорю, это только на продукты. Мы договорились. Она говорит, мы договорились. Все, я спокойно поехал по делам. Какое-то время был не на связи, потом включаю телефон, там от нее три сообщения. Первое сообщение, смотри, какое платье красивое, 32 тысячи рублей стоит. Второе сообщение, естественно, без своего разрешения, я покупать не буду. И третье сообщение, оплачено 32 тысячи рублей. Я приезжаю домой, говорю, что все это значит. Она говорит, ты долго не отвечал. То есть, понимаете, она восприняла мое молчание, как знак согласия. Я говорю, ну это никуда не годится. Она говорит, ну хочешь, я поеду сдам. Я промолчал. Но она не поехала сдавать. Говорит, я поняла, когда ты молчишь, это значит нет. Не подумайте, что я какой-то жмот, жадина. Нет, у нее есть отдельная карточка для шоппинга, для покупок одежды. Это ее карточка, там нет денег. Но я тут совершенно ни при чем. У меня жена скандальная. Скандальная, любит поскандалить. Мы как-то на Мальдивах отдыхали, она там подралась с русским мужиком. Что-то они не поделили шезлонг. Я был в домике, слышу на улице какие-то крики. Подумал, не буду выходить. Взрослые люди сами разберутся. Я просто не выгляжу как муж, про которого можно сказать, сейчас выйдет мой муж, и тебе хана. Я выгляжу как муж, про которого можно сказать, сейчас выйдет мой муж, и станцует румбу. Вынесет виноград. Присаживайтесь поудобнее. Не бейте его. Ему еще танцевать. Жена скандальная. Как-то в аэропорту они что-то начали с какой-то теткой толкаться, что-то друг к другу кричали. Ты мышь, ты сама мышь. Я думаю, что происходит. Я в такие моменты делаю вид, что я не с ней. Отошел себе, встал под стеночкой. Жена подходит, говорит, а ты что стоишь, что молчишь? Я говорю, женщина, я мышь. Не трогайте меня, пожалуйста. Я здесь спокойно поесть сыр. Это там я был, мышь. Дома я хозяин. У меня дома свои правила. Жена бесит, когда она не выполняет мои какие-то правила, не соответствует моим порядкам. У меня есть простые порядки на кухне. Кухонное полотенце висит на ручке от духовки. Ты вытир руки, повесил, она дальше сохнет. Жена берет это кухонное полотенце, протирает стол, вытирает пол и развешивает, чтобы я потом руки вытирал. Своё полотенце как-то в грязное кинул, она из грязного достала, ещё собаку повытирала. Это как бы только из того, что я видел. Вполне возможно, когда я не вижу, она моей зубной щёткой ботинки себе начищает. У меня жена каждый день готовит еду, каждый день для меня. Я всё это ем. Она всегда спрашивает, вкусно ли. Естественно, я всегда говорю, что вкусно, потому что я хочу спокойной жизни. Но не всегда бывает вкусно. Самое тупое, когда она приготовила что-то среднее на три дня. Я это называю затяжной экзамен по актёрскому мастерству. Если ты его сдашь, то через время тебе опять это приготовят. Тебе же было вкусно. Я понял, можно поделить всю еду, которую готовит жена, на два типа. Первый тип — это всё было очень вкусно, хочется добавки. И второй тип — просто всё было очень вкусно. Добавки не хочется. Хочется пройтись, прогуляться, как-то забыть всё это. Прийти через пару часиков. Жена у меня мнительная. Мнительная. И недавно показалось, что наша собака как-то слишком часто дышит, что нужно везти её к ветеринару. Привезли ветеринар, посмотрел, говорит, нормально она дышит. 4 тысячи с вас. Я подумал, может, за эти деньги он ещё жену посмотрит. Всё ли с ней в порядке? 5 лет брака, жена почему-то начала видеть во мне своего помощника, какие-то задания начала давать. Типа идёшь встречаться с друзьями, заодно масло купи. Заодно. Знаешь, с друзьями когда встречаюсь, мы всегда масло покупаем. Говорит, и купи лучше его по дороге туда. Типа мужик с пачкой масла, она вряд ли какую-то бабу заинтересует. И говорит, долго смотри, не гуляй, чтобы масло не растаяло. То есть, короче, иди за маслом, по дороге можешь с друзьями встретиться. 5 лет в браке, друзья, и всё меняется, всё меняется за 5 лет. Меняется даже секс, то есть вы по-прежнему друг друга хотите, но потом. Часто, когда ты хочешь свою жену, она хочет спать. Когда она хочет тебя, ты только поел. Не мешай. Я научился себя правильно вести в этой ситуации, чтобы быть в выигрышном положении. Я предлагаю заняться этим, если вижу, что она прям засыпает. Так на следующий день я предлагал, я как бы молодец. Ты хотела спать. Тут главное не передержать. Если ты предлагаешь, она уже храпит, на следующий день баллы не засчитаются. Вообще через 5 лет брака появляется много причин, чтобы вообще не заниматься этим. Самое главное, то, что потом нужно будет идти в душ. Как бы и так вроде хорошо лежим. просто не факт, что будет лучше. Нужно быть прямо уверенным. Но мы хотим завести ребенка, поэтому активно этим занимаемся. Не получается уже 5 лет, но мы не сдаемся, мы пробуем. Мы уже придумали имя будущему ребенку. Спасибо, что поддерживаете меня. Вы понимаете, каково это пробовать. Уже придумали имя будущему ребенку. Когда он родился, его будут звать Миша. Мы недавно настолько отчаялись, что в процессе зачатия начали звать его. Знаете, у нас там все в самом разгаре. Я говорю, Миша, мы тут. Мы ждем тебя. Иди к нам. Недавно из-за стены я услышал, иду. Спасибо, друзья, у меня все на этом. Отличного вечера. Спасибо, что пришли. До новых встреч. Пока. Дмитрий Романов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok